Итак, следующий видос. Алексей Поднебесный разводится. Ну, в смысле, он уже давно не живет с женой, но видос про развод. Ну, а я напоминаю вам, что все эти веселые ролики мы практически каждый день смотрим на моем Твич-канале и на моем Кике. Кроме того, именно там три раза в неделю мы бурмалдим в казино Dragon Money. Выводим огромные банки и потихоньку двигаемся к успеху. Ссылку на Dragon Money вы сможете найти в моем Телеграм-канале Печень Ховы. Посмотрим же, что сподвигло лидера инселов на развод. Я осуждаю вот эту гражданку. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Канал называется Античеловек. Подписывайтесь от ее канала и не подписывайтесь, потому что она себя зарекомендовала как непригодное для брака отношение. Античеловек на Ютубе в Телеграме? Ну, я не знаю за их отношения, но Тянг выглядит вполне себе норм. То есть, блядь, это не какая-то Жируха или Виктория Викторовна, блядь. То есть, ну, для такого ебла такая тянка как будто как, ну, надо умножать на два. То есть, если она там, по моим критериям, там, условно, блядь, что-то 6 из 10, то для Поднебесного это 12 из 10 и... Ну, господи, 10 из 10, а, наверное, за 12 из 10 и не игра года. Не смогла, не смогла стать женой, помогать мужу. Я тебе помогала, я тебя из психушки вытащила. Стала сатанисткой, вот, пожалуйста. Ты тебе помогала, я тебя из психушки вытащила. А ты мне неблагодарный муж. Одно какое-то доброе дело твое перечеркивается твоим предательством. Ну, ладно. Вот так, она согласна. Заключен развод с моей женой. Как может быть, человек инселл лучше женат? Он женат был два раза. Даже не хочется монтировать все, что я мог сказать, я уже... Да он не инселл никакой, блядь, расслабиться. Когда она меня бросила... Ему, я думаю, дают, на самом деле, блядь, постоянно, блядь. Он на всех фотках, блядь, ёпта, с кучей баб стоит, нахуй. Какие-то, блядь, ёпта, альтушки какие-то, это, блядь. Я думаю, он ебется, блядь, вообще постоянно, блядь. Просто, блядь, цену себе набивает такую. О, мне нужен секс, блядь, я... Как мне тяжело без секса? Да ему, блядь, каждый день, небось, дают, блядь, ёпта. Чего вы паритесь за него, блядь? Она доказала то, что не способна быть женой, не способна к отношениям и к браку. Брак – это очень сложно, это, на самом деле, крест, это страдания. Ну, не знаю, блядь, я женился, наши отношения с женой вообще никак не изменились. То есть, мы как бы любили друг друга, так и любим. Вообще никакой разницы, что брак, что не брак. Как бы, блядь, ну... Проставили, блядь, ёпта, штампики, блядь, свидетельства о браке. И на самом-то деле, как бы, ну... Говорить, что брак – это крест тяжёлый, который нужно нести, ну... Пиздец хуёвый, у тебя был брак, братан. ...компромиссы, огромнейшая работа над собой. Для неё брак был шутка. В шоке, что такие красивые тёлки мутятся с такими страшилками. Ну... Глянь на Ксюшу. Так что явление достаточно распространённое. Она поняла, что я отношусь к браку серьёзно. Начала сама создавать невыносимые условия, чтобы потом свалить вину на меня. Типа, это я, муж-тиран. Её избил, что это ложь. Это ложь, я её не бил. Я её действительно ударил, но это не избиение. Это ложь. Это ложь. Я её не бил. Я её действительно ударил. Ну... Я свою жену никогда не бил. Ну да, я её ударил, но разве лёгкий хук справа к избиению? Разве небольшой апперкот с двумя выбитыми зубами и смещённой челюстью. Разве же это изменение? Я действительно ударил. Но это, это, как бы, я её не бил. Но я её ударил. Я её не бил. Но я ударил её. Но это другое. Я так, как бы. Это была вынужденная реакция на многодневную травлю, которую она вела. На... Вынужденная реакция, ребят. Она многодневно меня травила. Эмоциональное насилие. Спасибо. Экологическое насилие, которое она вела, добиваясь именно такой реакции с моей стороны, чтобы её использовать против меня. Это манипуляция. Это очень подло с её стороны. То есть, как бы, эмоциональное насилие считается, получается, поводом уебать. То есть, как бы, ну, по мнению Поднебесного. Типа, было произведено эмоциональное насилие надо мной. То есть, получается, я вот выпустил сегодня вот интервью с Оротом, я осуществляю, над ним получается эмоциональное насилие. Получается, у него есть полное право меня отпиздить. Да? По логике. Ну, нехуй не вести себя со мной неправильно. Получай по ебалу. Охуительная логика у Поднебесного. А если мы поменяем слово отпиздил на убил например, тогда это тоже будет оправдано? То есть, блядь ну, он будет говорить ну, вы за что жену убили? Она издевалась надо мной постоянно эмоционально. Если бы она не хотела, чтобы я её убил не надо было надо мной издеваться. Ну, ты что, дурак, что ли, блядь? Взял бы, да развёлся, блядь, сто лет на... Ну, а чё она надо мной издевалась? Ну, я взял, блядь, ёпта, нахуй легендарную финку НКВД вот так её, блядь, это... Так вы зачем убили-то? Так она виновата. А нехуй было пиздеть. Я ей говорю не пизди, не пизди, не пизди. Она пиздит, пиздит. Ну, я взял, блядь, ёпта, ткнул её и убил. Виноват-то не я. Да? Пиздец он ебанутый, блядь. Она ведёт себя прошедший год после своего предательства проводит гнусные стримы, за донаты от моих... Ну, проводит гнусные стримы, проводит, блядь. У меня бывшая тоже, блядь, проводит гнусные стримы, но я её не бил, например. Я вообще женщин не бью. Я могу защищаться? Я вам говорил, что у меня были сложные отношения на протяжении 9 лет, когда на меня как раз ножом кидались. Но я могу выкрутить руки или это, блядь, ёпта, но... как бы нейтрализовать опасность. Но бить? Нет. А он такой, блядь, ёпта. Хули она, блядь, ёпта, проводит гнусные стримы? Ну, давай, блядь. Получается... У тебя какое моральное право? Просто можно её убить, блядь, ёпта. Моя жена, конечно, должна быть женой декабриста, женой революционера. Но она изначально это знала. И какое-то время она действительно боролась и поддерживала меня. Я ей за это благодарен. Этого никуда не денешь. Но своими последующими поступками она это полностью всё перечеркнула. Из дурки вытащила её. Жена... Муж и жена, это... Я, кстати, не знал, что поднебесный в дурке лежал. Единое тело, единое душа. Только сегодня узнаю вот из этого видео. Если мужа преследует, жена должна его поддерживать, а не травить с другой стороны. У меня в моей семье, в моём браке с ней, было так, что спереди меня травят мои враги, а сзади меня травит моя жена. Было вот так. Она не проявляла никакого сочувствия к моим бедам. Она только над этим смеялась, подтрунивала. Ей было весело. Она хотела вести весёлую жизнь, ходить там по кафе, по концертам, по ночам. Хотела вести весёлую жизнь, ребят, ходить по кафе. Шлюха ёбаная, блядь, правильно он её уебал? Я шучу. Она, видите ли, хотела вести весёлую жизнь. Блядь, а кто не хочет-то, Алексей? Кто не хочет вести весёлую жизнь? ...клубом, что мне совершенно дико в условиях травли в отношении меня, постоянно, не прекращающейся. В плане помощи я ожидал от жены всегда помощи в развитии моего канала, помощи мне присоединить. Помощи в развитии моего канала. ...съёмках. Но чем больше мы жили, под конец наших отношений особенно, это было уже совершенно невозможно. Даже заставить её сходить со мной на съёмки, просто подержать камеру, это были несколько дней уговоров и скандалов, чтобы она согласилась пойти. Последние съёмки были вместе с ней в апреле, мы снимали «Красный просвещенец», и она даже не смогла доработать полностью всю сессию. Мы отсняли домики, она два раза подержала смартфон, чтобы я попал в кадр, как я выхожу из подъезда одного из домиков, ещё там что-то где-то подержала. А дальше ей надоело, она ушла. И последнюю сцену, где я с ним с ним... Братан, жена тебе не оператор, то есть, как бы, ну, без проблем. Я думаю, если я прошу Ксюшу что-то подснять, например, когда мне превьюшку на «Апокалипс» сегодня, она без проблем снимет, но надо понимать, что если тебе нужен оператор, найми оператора. Жена это жена. Ну, немножко странно требовать такое от жены, чтобы жена ходила и снимала у тебя какие-то проходки, блядь, то есть, как бы, ну, можно требовать, наверное, от жены, чтобы она содержала домашний очаг, там, готовила, или это, и то сейчас фемки, блядь, с говном съедят за это, если требовать. И женщина должна сама этого хотеть. Ну, блядь, ещё и, блядь, из женщины делать бесплатную работницу, блядь, ну, я не знаю, как бы, блядь, давай, ты мне жена, блядь, ёпта, тогда снимай, блядь, ёпта, меня на камеру, блядь, вози меня там на машине, условно, блядь, ёпта, а чё ещё, как бы, блядь. взял на штатив, который ветром уронил. Тебе нужен оператор, блядь, найми оператора, блядь, шо за бред, нахуй. И он упал вместе. Типа вот, бля, у меня есть чувак, который делает мне превьюшки, ну, давайте я, блядь, его выгоню, блядь, и скажу, Ксюша, типа, делай мне превьюшки. Ж бред, бред ебаный, блядь, абсолютный. Телефоном на асфальт. Ну, чудом, телефон не разбился. Очень, очень было. в принципе, может быть, если его жена оператор, например, если она работает оператором, и у неё диплом оператора, и она прекрасно снимает, тогда бы это имело какой-то смысл, да? Что, типа, блядь, ёпта, ну, вот ты оператор, блядь, ты постоянно занимаешься тем, что снимаешь, поснимай меня. Это бы какую-то логику имело. Если у вас жена, так уж получилось, что, например, дизайнер превьюшек, то, ну, можно её запрячь, делать превьюшки. Всё в семью. Всё, как бы, для общего блага, блядь. Но прикол в том, что жена Поднебесного не оператор, и заставлять её его снимать, это, по меньшей мере, странно. Терпеть с её стороны, но даже после всего этого я был готов её простить. То, что я сказал ей, уходи, то, что я её выгнал, якобы выгнал. На самом деле, всё было не так. Она сама месяцами мне говорила, уезжать мне, уезжать, я вот нашла квартиру, я вот уезжаю, и всё это она преподносила. Вот еблан, блядь, тупой, блядь, ёпта. Когда женщина такое говорит, она хочет от тебя услышать, нет, не уезжай, я люблю тебя. А он говорит, блядь, она, она сама виновата, постоянно мне, блядь, ёпта, говорит, мне уезжать, мне уезжать. Так ты хоть раз пробовал сказать ей, не уезжай? Ну, конечно, блядь, ну, он вообще ничего не понимает, блядь, о женщинах нет, блядь, это реально, блядь, больной шизик, блядь. Один раз бы ей сказал, нет, не уезжай, я люблю тебя, давай будем вместе, тебе не надо уезжать, у нас всё будет хорошо. Всё, она бы успокоилась, блядь, женщины, они такие. Всё, услышать это, а он такой, блядь, она говорила, говорила, уезжать, 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 ну, и уехала в итоге. Да конечно, блядь, а кто бы от тебя не уехал-то, долбаёб. Говорила, буду махать тебе из окна, вот сниму квартиру в противоположном доме. Параллельно с этим она наращивала размер эмоционального насилия на меня. И действительно, я ей в определённый момент, когда терпеть стал уже её выходки, невозможно, я ей сказал, чтобы она уходила. Это было сказано в сердцах, Ну, что такое выходки, эмоции. Вот просто выходки, например, блядь, ну, она ему, опять-таки, даже проанализируем ситуацию, она ему не изменяла. Она его не била, не резала ножом. В чём заключаются выходки? Пока единственная выходка, которую она озвучила, это то, что она отказалась, блядь, даже не отказалась, согласилась, она сняла и просто устала и сказала, я больше не буду снимать. Какие-то проходки, блядь, ёпта, это называется выходка? То есть, как бы, вот, вот, вот эта вот выходка, выходка была, если бы она Германа Ягодку домой привела, блядь, ёпта, и трахаться с ним начала при Поднебесном, вот, вот эта выходка, то, что, блядь, она не захотела, блядь, снимать его гениальный видеоблог, блядь, говорит, ну, это, конечно, не делает её хорошим человеком, потому что, ну, хорошая жена, она бы сняла, я думаю, без проблем, но это, это не выходка от слова совсем. Я этого не хотел, и в действительности я рассчитывал, что она одумается, посидит одна на съёмной квартире и вернётся, как уже было один раз, один раз она так уже сбегала, прожила ровно два дня без меня, на второй день она меня позвала помочь ей вести вещи обратно, при этом она ещё за месяц аванс потеряла. А, ну вот, вот оно, как это уже всё работает. Я-то думал, сука вернётся ко мне на коленях, как было один раз, но это, 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 это так не работает, Алексей. Женщина, может, в первый раз и вернётся, может, и во второй раз вернётся, а в третий раз найдёт себе другого ёбаря, блядь, и не вернётся. А ты так и сиди и жди, что она на коленях приползёт, блядь, просить вещи обратно привезти. Жди, жди. У него реально, бля, я примерно, как он думал о женщинах, когда мне было 16 лет, наверное. Типа, знаете, блядь, вы поссорились с тёлочкой и вы такой, пиздец, она меня разозлила, блядь, нахуй, пусть просит прощения на коленях, блядь, я не буду ей отвечать, пока она не попробует, блядь, ёпта, ну, и, кстати, в 16 лет это работало, то есть женщина могла попросить тебя прощения на коленях условно и дать тебе там в жопу, блядь, чтобы ты успокоился, но с возрастом ты понимаешь, что женщина, у неё есть альтернативы, она не будет больше тебя просить Алексея помочь ей вещи перевезти обратно, она найдёт просто другого ёбаря, потому что на рынке самцов ты абсолютно неликвиден, ты небогатый, некрасивый и даже похуй, господи помилуй, поебать на богатство, на красоту, проблема в том, что ты неадекватен, это как встречаться с Никсель-Пиксель, самое странное, что у Никсель-Пиксель есть муж, который ей устроил австрийское гражданство, ну, вы представьте себе, что вот вы мужик, ладно, хуй с ним, вы готовы многое стерпеть, но Никсель-Пиксель буквально говорит о том, что мужчины должны, блядь, на коленях ползать и, блядь, ноги женщинам целовать, блядь, ёпта, и каяться, блядь, ёпта, лизать волосатые подмышки за тысячелетнее угнетение, да никто такое, блядь, не знаю, на такое не подпишется, но при этом у женщин-то всё-таки есть преимущество, потому что у Никсель-Пиксель всё-таки есть муж, и он готов это терпеть, но в обратную сторону это не работает, потому что любая тянка может найти себе, блядь, ёпта, ёбаре, вот так вот, щёлкнув пальцами, просто, блядь, выложить вконтакте какой-нибудь статус, типа, я такая одинокая, вот бы меня кто трахнул, да там очередь выстроится, ёпта, ребят, из людей, которые, блядь, хотят её трахнуть, а мужик так не может, ладно, окей, я типа знаменитость, но представим, что я не блогер, блядь, ёпта, вот представьте, вот вы, например, блядь, ёпта, вы разошлись с девушкой и выложите, блядь, ёпта, вконтакте статус, типа, блядь, девчонки, приезжайте ко мне поебаться, вы думаете, кто-нибудь приедет, вы думаете, кто-нибудь напишет, и мы не говорим о толпах людей, мы говорим хотя бы об одной, вот вы вот просто, блядь, у меня тут бутылка хорошего вискаря, девчонки, кто хочет потрахаться, блядь, приезжайте, вы думаете, вам напишут хоть одна? Ёпта, так что он не понимает ситуации, реально, блядь, я не видел совершенно никаких препятствий к тому, чтобы жить вместе, жить долго и счастливо, как в сказке, кроме её гордыни, кроме её эгоизма, и кроме её сластолюбия, желания жить в своё удовольствие, но брак это не такое, брак это жертвы, брак это взаимопомощь, и вот сейчас, спустя год, когда у меня развился канал, жертвы идут только со стороны жены, это всё могло произойти вместе с ней, она могла... Ты делай, ты всё помогай, ты это, блядь, ёпта, но если он говорит, что это взаимопомощь, возникает вопрос, а ты-то что делал, Алексей? В всём этом мне помочь, меня бы не преследовали, но меня бы не... Ты буквально говорил, что даже с ней в кафе не готов сходить, блядь, сука, не в ресторан, а в кафе, и что тебе это, блядь, не хотелось сделать, что... Он буквально сказал, это сука, хотела, блядь, чтобы я с ней в кафе ходил, ты не в состоянии сходить с девушкой в кафе. Это даже не так дорого, кафе. Но при этом она должна, блядь, ёпта, снимать твои бредовые блоги, блядь, ёпта. Почему? Потому что, блядь, нахуй. Сали доносы, потому что меня, на меня пишут доносы. Может, сходил бы в кафе, она бы и сняла. Вместо того, чтобы, наоборот, поддерживать меня, следить за моим эмоциональным состоянием, она постоянно только меня раздирала на части. Вот так происходит, когда жена не помогает. А горшок тебе не выносить, блядь, или утку, нахуй, Алексей? Нужно было лишь, чтобы она выполняла свою роль жены. Самое простейшее это не предавать, не творить зло, не завидовать. Для меня вот это вообще было дико, что жена завидует мужу, потому что он получает донаты. Я, честно говоря, с трудом представляю, что кто-то на всем белом свете завидует поднебесному. Да, он получает донаты. Базара нет. Базара нет. Но знаете, блин, кто еще получает донаты? Да буквально все. Даже вот нижний интернет вспомнить, демон, пиздец какой крутой, из тупо сплэш. Получает донаты, блядь, ебашит какой-то баклассан, блядь, ебта, дерется, как черт, блядь, троих может раскидать. И ебется постоянно. Вы знали, на Парнолабе даже видео есть, блядь, слитая, блядь, где они ебут какую-то солевую. Демон из тупо сплэш. И донатов у него примерно как у Поднебесного. Так я лучше буду демону завидовать. Зачем мне завидовать этому чмоне? Да никто тебе не завидует, блядь, Поднебесный. Никто. Ну, может, совсем уж люди, которые такие, блин, вот он сидит пиздит хуйню, блядь, а мне на работу надо ходить, а ему кидают донаты. Может, ну, такие есть, но вы понимаете, что когда вы кому-то завидуете, подумайте головой, вы бы хотели поменяться жизнью с ним? То есть, хорошо, господин Зеркало исполняет ваше желание, теперь ты получаешь донаты, как Поднебесный, и при этом ты обиженный, блядь, чмоня, блядь, ёпта, которому ни одна нормальная баба никогда не даст. Чё тебе, теперь твои донаты тебе как бы пригодятся? И ты постоянно ходишь и говоришь, о, как хочу секс, блядь, дайте мне секс, блядь. У ней была действительно чёрная дикая зависть, вместо помощи у ней была дикая зависть. Мне это совершенно было непонятно, как так можно завидовать близкому человеку, мужу, как будто ты отделена от него, и меня-то просто дико. Вот такая ситуация. Она отряжает, в принципе, всю ситуацию. в стране, где люди себя ведут вот так, где женщины, жёны ведут себя... А страна-то тут при чём? Вот просто... Не, всё понимаешь, в стране, где женщины и люди себя ведут вот так, это чё, как бы только в России так ведут себя? Я бы сказал, что в России-то наоборот, женщины гораздо более покладистые, чем, например, в каких-нибудь Соединённых Штатах Америки или Европах или этого. А при чём тут страна-то, блядь? Это не страна виновата, это ты виноват. Вот в такой стране, в какой стране, где женщины не хотят прыгать, блядь, под дудочку, скакать тупых чмоней, блядь? Да это буквально любая страна. Я думаю, даже если, блядь, он уедет в какую-нибудь Африку, блядь, в самую дикую, блядь, племенной строй, ему и там никто не даст секс. Потому что, блядь, ну, даже вот в племенном строе, блядь, нахуя женщинам выбирать чмоню? Просто чмоню, откровенно. Вот так что ты, как бы, блядь, ну, не гони на Россию. Причём тут Россия? Где нет никакого сочувствия, сострадания, понимания нет, помощи никакой нет, где каждый сам за себя только. Дерётся за себя даже с ближним, даже с своим мужем. Для меня это дико. Так что не знаю, что ещё здесь сказать по этому поводу. По-моему, и так всё понятно. Кому? Что понятно? Очень жаль. Очень жаль. Я любил мою жену. Я относился к этому браку со всей серьёзностью. ИДИОТ! Ёбк, ну натуральный же ИДИОТ! ИДИОТ! Просто ИДИОТ! Нахуй! Ну, чё с него взять, блядь? ИДИОТ! Он и есть идиот! Давайте лучше расслабимся. У нас впереди ещё три видоса. Видос, который всплыл у меня после одного из этих видосов, которые мы смотрели. А, блядь! Чё-то слишком часто я говорю слово видос. Короче, крупнейший мошенник в истории телевидения. Меня заинтересовал, закликбейтил, блядь, ёпта, этот ролик своим названием Исайя-превьюшкой. Давайте посмотрим историю самого крупного мошенника в истории телевидения. 9 сентября 2001 года 19 миллионов британских телезрителей как обычно усели смотреть кто хочет стать миллионером. В тот вечер они ещё не знали, что именно этот выпуск войдёт в историю. Во время предварительного отбора ведущий Крис Террент предлагает восьми претендентам выполнить простое задание расставить слова в правильном порядке. Расставьте эти слова в правильном порядке, чтобы получилось название книги Агата Кристи. Все они хотят разбогатеть и почти все участники правильно выполняют задания. Но быстрее всех это делает 37-летний майор британской армии Чарльз Инграм. Самый скандальный выпуск в истории этого шоу начинается. Инграм довольно уверенно садится в кресло, но уверенность его длится недолго. На многих вопросах он сильно колеблется между вариантами. Я не уверен. Ну, такое бывает вообще, типа. На половине пути к миллиону у него остается всего одна подсказка из трех 50 на 50. Но каким-то совершенно невероятным образом Инграм отвечает верно на вопрос за вопросом. Снова и снова и снова. К тому моменту сотрудники телестудии уже давно заметили странности в поведении Чарльза. Микронаушник или как вы этого знаете помните шахматист который себе вставил анальную пробку блять ему там сигналы подавали как ходить. Шоу продолжается и вот Инграм подбирается к последнему вопросу вопросу который отделяет его от заветного миллиона фунтов вопрос звучит так Как называется число которое состоит из цифры 1 и 100 нулей гугл мегатрон гигабит в этот момент Чарльз понимает что не знает верный ответ весь зал замер в нервном ожидании девушка в красном это жена Чарльза она хотела бы помочь мужу но никак не может этого сделать я не уверен как будто блин видос крупнее с названием крупнейший мошенник в истории телевидения как будто мы уже знаем что он мошенник тем не менее я думаю что это наномоль но это может быть и гигабит Инграм перебирает все возможные варианты он слышал о всех кроме одного да я должен сказать что я никогда не слышал про гугл тем не а блять точно ну походу анальная пробка ребят он говорит название и кто-то в зале включает анальную пробку блять и она вибрирует когда он правильный вариант говорит немного позднее несмотря на то что он никогда не слышал про гугл он выбирает именно этот вариант Инграм выигрывает миллион фунтов в начале 2000-х вся Великобритания была просто помешана кто хочет стать миллионером к тому моменту только два человека смогли выиграть миллион и Чарльз был третьим проблема была в том что его победа выглядела слишком неправдоподобной казалось что на каждом вопросе Чарльз играл в рулетку и никогда не был до конца уверен его выигрыш казался невероятным даже слишком невероятным впрочем объясняется это очень просто Инграм всех обманул он возможно крупнейший скамер и мошенник в истории телевидения в результате расследования Чарльз предстанет перед судом а не все таки ладно победителей не судят а кого судят те не победители ебта ну раз предстанет перед судом значит не такой красавчик ебта мошенничество и как ему это удалось провернуть в это сложно поверить но в начале двухтысячных существовала даже тайная организация консорциум которая за большой процент от выигрыша обещала пропихнуть вас на главное кресло в шоу они также помогали игроку при использовании подсказки звонок другу в комнате куда игрок звонил якобы другу они собирали несколько человек профессоров историков ну в общем специалистов во всех сферах они должны были быстро найти ответ а как же интернет спросите вы да в этой комнате был человек с доступом к гуглу но на заре развития интернета это был не самый надежный способ поиска информации до этого ингрэм пытался попасть на шоу два раза но не проходил отборочный тур а еще до этого в шоу успела поучаствовать его жена дамочка в красном и его младший брат десятки тысяч если не миллионы желающих пытались прорваться на главное кресло и эта семейка точно знала как обхитрить систему и занять место в студии жена и брат Чарльза выиграли по 32 тысячи вы знаете казалось что они помешаны на этом шоу и они неплохо сыграли но вот например она ушла очень разочарованный после шоу я ей сказал хорошая игра она сказала всего 32 тысячи казалось что дойти до финала было смыслом жизни семейства ингрэмов и так Чарльз начинает игру первые несколько вопросов дались ему довольны ну вот с другой стороны нам не говорят как он наебал но я думаю там анальная пробка или микронаушник потому что это очевидно я думаю после вот этого Чарльза блять всех проверяют на анальную пробку и микронаушник потому что ну как будто бы блять ёпта вот решение само собой то что он произносит варианты по очереди то есть он их произносит и кто-то в зале кто загуглил он подает вот именно сигнал то есть когда он говорит такой what is the butterscotch I don't know maybe it's short bread maybe it's pavement game maybe it's garden flower and maybe it's a brittle toffee бриттл тофи завибрировала легко благо на первые вопросы не ответят разве что имбецил младший брат ингрэма также находится в студии в какой-то момент одна сотрудница замечает его рядом со студией с мобильником в руках да вы знаете пользоваться телефонами рядом со студией нельзя да и после этого я попросил двух охранников постоянно следить за ним после первых легких вопросов ингрэм начинает сомневаться все больше и больше на целом ряде вопросов он ведет себя абсолютно одинаково он последовательно проговаривает каждый из вариантов называя их да 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 короче блять гайс анальная пробка анальная пробка блять ёпта вот ну а чё да блять нихуя не пофиксили недавно в шахматах чувак выиграл турнир с этой анальной пробкой думают там анальная пробка это может быть Швейцария ну по идее может быть и Франция может быть Италия может быть и Неверланды да это можно списать на нормальный процесс принятия решения но теперь посмотрите вот на этот отрезок погодите вы заметили это давайте еще раз в момент когда Инграм произносит Аристотель Анасис в студии раздается кашель Аристотель Анасис был мужем Жаклин Кеннеди Инграм выбирает именно этот вариант затем кашель повторяется снова и снова и снова кто же кашляет смотрите уже на четырех тысячах фунтов у команды кто хочет стать миллионером есть охуеть конечно блять вот это вот это реально блять ограбление века блять просто настолько тупое что блять оно сработало ёпты просто кашляли во время того как он говорит правильный ответ четкое понимание что парень далеко не уедет две подсказки израсходованы Инграм выглядит очень неуверенно по всем признакам и опираясь на опыт прошлых лет при таком раскладе его потолок это 16 ну максимум 32 тысячи фунтов Инграма спасет только чудо и вот этот звонок то самое чудо которое означает что съемка продолжения шоу переносится на следующий день у Инграма появляется несколько часов чтобы продумать план сам он явно не вывозит и вот здесь мы видим еще одного важного персонажа в этой истории ведущий представляет участников которые будут бороться за шанс пиздец конечно блять вот это вот это заплет с другой стороны знаете блять миллион фунтов это много это и сейчас много а в начале нулевых блять это было еще больше стоимость денег во время постоянно снижается поэтому типа миллион грубо говоря 50 лет назад и миллион сейчас это разные суммы хотя и то и то миллион блять ёпта а вот миллион в начале нулевых это было жестко занять кресло в следующей игре в том числе вот этого мужчину это Теквам Уитак профессор местного университета друг Чарльза и тоже любитель кто хочет стать миллионером именно в этот момент он присоединяется к мошеннической схеме Чарльза шоу только начинается помните этот кашель на вопросе про мужа Жаклин Кеннеди это кашель Теквама Уитака и даже вот здесь но самым сложным вопросом и испытанием для команды мошенников стал вот этот кто в 2000 выпустил хитовый альбом рожденный сделать это Чарльз сомневается и не знает ответа про Крейга Дэвида он никогда в жизни не слышал я не знаю кто такой Крейг Дэвид он решает воспользоваться подсказкой но ему это не помогает он отчаянно ждет сигнал от Уитака но в зале тишина Уитак тоже не знает ответа как вы помните в зале ел ты блядь по этому вопросу Крейг Дэвид здесь явно что-то не так сотрудники студии понимают что что-то не так они звонят продюсеру но он приказывает продолжать шоу Инграм еще несколько раз за шоу скажет что никогда не слышал про некоторые варианты ответа и несколькими секундами позднее будет выбирать именно их так же произошло и с последним главным вопросом на миллион фунтов пока что Инграм радуется победе продюсеры сотрудники нервно просматривают записи снова и снова хуя ну бля каждый кашель блин а с другой стороны вот если подумать если бы у него была лавенс вот это вот который блядь сейчас на вебкамерше блядь пользуется никто бы его не спалил а вот тут кто-то написал откуда в начале нулевых радиоуправляемая анальная пробка брат радио блядь ёпта изобрели Попов и Маркони еще блядь кучу лет назад в радиоуправлении нет ничего такого блядь чего не могло бы быть в нулевых то есть если бы он додумался вставить анальную пробку его бы может и не спалили просто система с кашлем тупая а так блядь ёпта никто бы его блядь даже не поймал нахуй потому что тогда бы не сообразили блядь про это сопоставляя их с ответами всего в тот день микрофоны записали 192 покашливания многие из них прозвучали практически одновременно с правильными вариантами ответов после вручения чека Ингрэму продюсеры шоу задерживают чек на 8 дней под формальным предлогом а на следующий день продюсер шоу Пол Смит звонит в полицию а затем Чарльзу Ингрэму мистер Ингрэм мы не встречались с вами я управляющий директор мистер Ингрэм как как вам нормально вы нас наебали миллион фунтов увидимся в суде компания Селеадор я не буду ходить вокруг да около и прямо скажу все как есть после просмотра записи с вчерашней съемки у нас появились подозрения после тщательного изучения материала мы уверены что игра велась не совсем честно поэтому должен вам сообщить что эти подозрения будут направлены в полицию поэтому пока мы не выяснили всех деталей мы не сможем провести выплату по чеку окей я вас понял спасибо что сообщили через полтора года всем троим были предъявлены обвинения и все трое были осуждены они так и не признали свою вину мы не жульничали на этом шоу у нас не было плана жульничать на этом шоу и я могу честно сказать что я честно выиграл эти деньги и сидя там в центре студии я не слышал никакого кашля и что касается жертв вы знаете многие говорят что это преступление без жертв я с этим не согласен на самом деле жертвы есть это мы а это мы мы ёпты жертвы мы нас не должны были признать преступниками наебали на миллион фунтов но жертвы в этом преступлении есть это мы ёпта хули нас посадили этих доказательств недостаточно Диана почему вы кашляли у меня просто першило в горле но может ли быть так что вся эта история была сфальсифицирована телекомпании чтобы не отдавать миллион фунтов остается очень много потому что сказали же что до этого двум людям отдали уже по миллиону фунтов типа то есть ну в чем был смысл вопросов на которые так и нет ответов например когда телекомпания предоставляла аудиозаписи с кашлем она сделала их специально громче микрофон расположен по всей студии и способна уловить каждый шорох но был ли кашель вообще слышен в центре студии во время этого шоу было так шумно люди аплодируют пиздец какой-то блять уотергейт блять чуваки такие челки был ли слышен кашель в студии то там не было нихуя слышно блять они кричали потом если уиток был настолько всезнающ почему когда он сам занял главное кресло то не смог ответить верно больше чем на 5 вопросов позже уиток заявил что страдал от кашля всю свою жизнь но здесь есть нюанс у кого-то першило кто-то страдал от кашля как только он сам занял кресло игрока проблема с кашлем волшебным образом исчезла да и в конце концов как такие образованные люди могли придумать настолько тупой план уровня начальной школы есть мнение что следствие нашло слабое доказательство и суд пришел к поспешным выводам тем не менее в 2003 году ингрому было предъявлено другое обвинение связанное со страховым мошенничеством ага ёп это не та же самая я выиграл честно страховое мошенничество да ну Ну, смошенничался с страховкой. Ну, а выиграл я на самом деле. История продолжает быть мемом и по сей день. Итак, вопрос на 16 тысяч фунтов. Да, я слышу, как люди кашляют. По идее, вы должны кашлять после вопроса, а не до. После шоу жизнь всех троих осужденных превратилась в сущий ад. Кошку Ингрэма пристрелили неизвестные из воздушной винтовки. Его троих дочерей булили в школе. Ему в разбитое окно кидали пакет с облевотиной, а его семья в итоге обанкротилась. Уитека вынудили уволиться с должности профессора в университете. А еще ему пришлось зарегистрировать свое имя как торговую марку на себя. Потому что фармкомпания хотела наладить выпуск средств от кашля с его именем на коробке. Короче. Ну, это уморительно, на самом деле, гайф. Чамораль сей басни такова. Если у вас першит горло или есть кашель, лучше оставайтесь дома. Полоскайте горло корой дуба и прикладывайте к груди горчичники. Ну, гайф, вот как по вашему мнению? Подставили невиновного человека? Или все-таки очевидно доебалого? Невиновный человек, по-моему, подвергся обвинениям. Просто подонки, сфальсифицировали все. Не было доказательств, блядь. Жизнь ему использовали. Кошку застрелили из пневмата. Кашель, люди кашляли. Че, кашель запрещено, да? Последний видос на сегодня. Правительство США сбросило ядерную бомбу на Северную Каролину дважды. Некий Брэндон Херрера на русском. Посмотрим, Херрера это или не Херрера. Мои родные пенаты, Северная Каролина, известна многими вещами. Потрясающими горами, расслабляющими пляжами, злоупотреблением наркотиками и множеством великих событий, произошедших еще до образования нашей великой нации. Но что вы, скорее всего, не знаете, так это то, что в 60-е правительство случайно подвергло Северную Каролину ядерному заражению. Дважды. Военные буквально сбросили... Сообщите Мэдисону, пусть вычеркивает Северную Каролину из штатов с потенциалом. Кто-нибудь срочно, блядь, напишите Мэдисону. Две ядерные бомбы на территории Северной Каролины по ошибке. И так получилось, что все мы об этом абсолютно ничего не знаем. В этом видео я объясню вам, что случилось, как это случилось, и почему сейчас Северная Каролина не является огромным сервером Fallout. Начнем с самого начала. На дворе 60-е, и я уверен, все вы знаете, какой глобальный кризис был в центре внимания в то время. Ээээ, Карибский? Все правильно. Джон Леннон. Кроме всего этого, мы были в самом... Кстати, объективно, нет ничего хуже, чем сольный альбом Джона Леннона, когда он ушел из Битлз. То есть, блядь, мне нравится группа Genesis, но когда из нее ушел Фил Коллинз и занялся сольной карьерой, его даже в Гриффинах стебали. Но, в принципе, можно послушать. Но, блядь, сольные альбомы Джона Леннона, это просто параша ебаная. Типа, не помню, кто из стендап-комиков шутил, типа, блядь, про то, что, блядь, Джон Леннон настолько ебнулся, что написал целую песню про буханку хлеба. Чел, ты вообще ебанутый. Хе-хе-хе-хе-хе-хе, че с тобой не так? В разгаре холодной войны, Соединенные Штаты были в глобальном противостоянии с Советским Союзом, пытаясь остановить распространение коммунизма. Используя для этого шпионаж, прокси-войны и самое страшное, обе стороны запасались ядерным оружием, будто на распродаже в конце сезона. Вперед к победе коммунизма. После того, как Оппенгеймер сказал, я стану смертью, разрушитель миров, но почему-то его ошарашила идея того, что его большая сраная бомба, которая была разработана для того, чтобы быть большой сраной бомбой, будет использована против людей, против которых она... Да, кстати, я смотрел Оппенгеймера, Нолана, и типа, несмотря на то, что многие хвалят фильм, мотивация главного героя мне вообще как бы, блядь, ну... Типа, он сначала строит ебучую огромную бомбу, потом её сбрасывает, и он начинает видеть умерших людей, и начинает такой, блядь, это неправильно, чел, ты её сделал. То есть, ну, наверное, это как бы, блядь, должно отсылать нас к ужасам, войны, вот всё это, но просто немножко странновато, да, типа, то есть, что... Ты, например, хотел потрахаться, потом трахнулся, и потом ты сидишь такой... Секс — это ужасно. Мой физрук омерзителен. Ну, идею вы поняли. ...обственное разрабатывалось. Ядерное оружие развивалось как супероружие нового века. Ядерного века. Века страха. Ну, и опять же, Битлз. Может быть, он не осознавал, насколько разрушительная мощь будет. Он буквально осознавал, насколько разрушительная мощь будет. Он создал её. Он буквально, вот, блядь, до мельчайших деталей понимал, насколько это разрушительная мощь. А потом просто такой, ууу, нельзя это на людей скидывать, а на кого, блядь, скидывать тогда эту бомбу, блядь, ёпта, на бегемотов, блядь? Вы думаете, что правительство Соединённых Штатов, располагающее таким запасом ядерного оружия, которое потенциально может убить всё живое на этой планете, будет обращаться с этим оружием с предельной осторожностью, чтобы исключить даже малую возможность обращения с ним неподобающим образом, что может вызвать катастрофу и подвергнуть опасности жизни людей? Ты что, правда так думал? Вы ведь не так уж и много знаете о правительстве, так? Сегодня мы поговорим о том, как Америка случайно сбросила термоядерную боеголовку на Гренландию, 60-й год. Официальный комментарий Вашингтона, ну было и было, чё бухтеть-то? Ну сбросили и сбросили. Когда американская разведка выяснила, что Советский Союз располагает тремя сотнями межконтинентальных баллистических ракет. Это означало, что в теории Советский Союз имел достаточно межконтинентальных ракет, чтобы одновременно ликвидировать все американские авиабазы. И из-за этого американские бомбардировщики не смогут взлететь для нанесения ответного ядерного удара, что нарушает всю концепцию Холодной войны. Холодная война остаётся холодной только при соблюдении концепции взаимного гарантированного уничтожения. В тот момент эта концепция была нарушена, и Америка была беззащитна против ядерного удара, были нужны срочные меры. И тут вмешалась ВВС и сказала, эй, у меня есть отличная идея, давайте возьмём наш новый бомбардировщик Б-52, который также называют БАФ, то есть большой, уродливый, толстый ублюдок. Погрузим в него 1,1 мегатонную термоядерную боеголовку и просто будем нарезать круги вокруг Северной Америки. Идея надёжная, как швейцарские часы, блядь. С другой стороны, у нас тоже идеи были не лучше. Есть такая хуйня, можете посмотреть, блядь, ёпта, Википедия, царь-бомба. По-моему, при Хрущёве она была, когда просто сделали бомбу размером, которую, блядь, ну, и самолёт не мог поднять. Под неё сделали специальный самолёт. И её взяли и просто хуйнули где-то в Сибири. Не пойми зачем. То есть, если вы думаете, что американцы тупые, у нас тоже взорвали просто и по-моему сказали, вот такая бомба у нас есть. Конечно, ни один нормальный самолёт не долетел бы и не смог донести её там до Соединённых Штатов Америки и так далее. Но вот была такая история, царь-бомба. Хуй пойми, зачем её сделали. И ебанули, блядь, на своей же территории и посмотрели. Пиздец это ебачно. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, абсолютно каждый день. И если по нам нанесут ядерный удар, наши бомбардировщики уже будут в воздухе. Они полетят в сторону СССР и нанесут ответный удар. На что американское правительство ответило, какая великолепная идея, дайте 12. И они взяли 12 самолётов В-52 с 1,1 мегатонной термоядерной боеголовкой на борту и нарезали круги над всей территорией Северной Америки. Каждую минуту, каждого часа, каждого дня. Начиная с 60-го года до 68-го. И мы назвали это операцией «Охромированный купол». В течение 8 странных лет правительство США одержало в воздухе 8 уродливых... Дайте угадаю, блядь, Сехан. Один из самолётов просто... Какой-нибудь пилот. Брата, знаете, представьте, я и Антон Власов, как шоу-бомбило, этот бомбардировщик, я управляю. Такой, Антох, ща пойду посрать. Пиздец, управляй за меня. Такой, ладно, Юрас, иди, всё в порядке, блядь. Я ухожу, возвращаюсь. Говорю, Антох, чё-то говно в туалете не смывается. И не говно сбросил. И бомбу сбросил на Северную Каролину, долбоёк. А я думал, блядь, себе говно смываю. ...толстых ублюдков, нарезающих мёртвые петли вокруг Северной Америки с 1,1 мегатонными термоядерными боеголовками на борту. И они решили назвать всё это операцией. Юр, говно, оно у толчка. Ёпта. А-а-а, я... Ёпта. А я в отсек для бомб зашёл, дожал, думал, там говно смывается. Ты чё сделал-то, ебланд? Мы, блядь, Северную Каролину разбомбили, блядь. Хромированный купол. Ведь ничто не означает, что мы будем сбрасывать термоядерные боеголовки себе на головы. Лучше фразы «хромированный купол». Могли бы назвать всё это операцией «расплавь нахрен всю свою страну». Я знаю, о чём вы думаете. Погодите, ведь холодная война закончилась в 91-м. Почему же эту операцию прекратили в 68-м? О, это потому, что мы случайно сбросили одну из этих боеголовок на Гренландию. Да, когда один из этих Б-52 пролетал над восточным побережьем Канады, произошла поломка обогревателя, и у одного из пилотов появилась отличная идея, что можно открыть задвижку и направить тепло непосредственно от коллектора двигателя в кабину пилотов, чтобы согреться. В результате стало настолько жарко, что это буквально вызвало возгорание обитых кресел. Это, блядь, это не иронично та же история, которую я рассказал, «Только я просмыв толчки, а тут жарко стало пилотом. И они нечаянно ёбнули бомбу по Северной Каролине. Жарко было. Ёбта, что-то как-то не туда направили, блядь, ёбта, потоки, а... Ёбта, ну вот как-то так ёбнули». ...в которых они сидели, впрочем, как и всей остальной кабины пилотов. И пилотам пришлось катапультироваться. В итоге самолёт упал. Удар при падении вызвал детонацию обыкновенной взрывчатки в боеголовках. Ядерный заряд не сдетонировал, слава богу, но всё же детонации взрывчатки было достаточно для того, чтобы распылить радиоактивный материал по всей окружающей местности. По этой причине некоторые люди подверглись радиоактивному заражению, и это вызвало огромный дипломатический скандал, так как Дания, что владеет Гренландией, вышла и сказала, «Чё за херня? Вашего ядерного оружия здесь вообще быть не должно. Что здесь происходит?» «Нет, коверху, это не про Северную Каролину, как я понимаю, сейчас они про Гренландию говорят». Типа ответила, «Ну, как бы да, но мы же Америка, а вы Дания, смиритесь с этим». И последствий не последовало. Это был единственный инцидент за те восемь лет. Ну, кроме того раза, когда мы сбросили пару боеголовок на Северную Каролину, и ещё парочку на Мэрилэнд, и ещё несколько на Калифорнию, и ещё вся та история со сбросом в Испании. Ну, я думаю, Брэндон расскажет вам об этом. Спасибо за просмотр. Кварковый взрыв. Пока. Спасибо, нет, я продолжу. Это мой друг Толстый. Кстати, привет, дорогие мои друзья американцы. Как-то мы ебанули, блядь, нечаянно. Ядерный заряд в Гренландии. А дальше вам расскажет Брэндон. С вами был, блядь, ёпта, Юрий Хованский. Дальше расскажет Брэндон. Электрик. Он один из моих любимых блогеров, и у него отличный канал для тех, кто также любит военную историю. Что касается инцидента в Испании, да, да, мы правда это сделали. Сбросили несколько боеголовок на Испанию, при этом загрязнив всю эту территорию Плутонием. Ещё при этом потеряли четвёртую... Прикиньте, чё, чуваки, в Испании такие... Вы чё сделали? Ну, простите, мы просто контролируем, чтобы... У нас летают бомбардировщики, чтобы если Советский Союз начнёт Третью мировую, то у нас бы они уже были в воздухе, и мы могли бы их... Ёпта, блядь, мы Испания! А вы не хотите летать там над Советским Союзом? Вы нахуя нам бомбу скинули? Мы на вашей стороне! Ну, бывает! Ёпта, бывает! Ну и просто летали, летали, ну вот там... Если мы близко подлетим к Советскому Союзу, нас же хуйнут ПВО, блядь. Поэтому вот, как бы вот... Вокруге... Ёпта, ты чё охуял? Ты нахуя на меня бомбу сбросил? Термоядерную? Ты чё, мудак? Боеголовка в океане, 60-е были для нас не самым лучшим временем в плане дипломатических отношений. 60-е были хороши, не так ли? Тем не менее, это видео именно об инциденте в Северной Каролине, потому что именно для меня это один из самых вопиющих. Об остальных инцидентах мы можем поговорить позже, не знаю, решать вам. Напишите в комментариях, что думаете, я буду с ним... Инцидент известен как Broken Arrows. Ёпта, и сломанные стрелы, вы чё охуели? Вы мне термоядерную бомбу, хуйну! Какие сломанные стрелы! Сломанные стрелы, это если лучник, блядь, кривой стрелой стрельнул и в своего попал. Вы мне бомбу сбросили, ядерную! This incident is known as Broken Arrows. Это не Broken Arrows. Я бы сказал это... The big asshole has shitted on me in Spain with nuclear weapon. Broken Arrows, ребят. Сломанные стрелы. Бать то, что нравится вам. Вернёмся к нашей истории. 23 января 1961 года, около полуночи, Boeing B-52 был в воздухе на востоке Северной Каролины. Этот Boeing был приписан к военно-воздушной базе Сеймора Джонсона. Эта военная база действительно носит имя Сеймора Джонсона. Если вы никогда о ней не слышали, у вас в голове сейчас всплыла та самая шутка, над которой смеются все те, кто служит на этой базе. Так получилось, что в грузовом отсеке этого B-52 были две термоядерные бомбы Mark 39. Довольно серьёзные хреновины. Каждая из этих бомб имеет массу что-то около трёх тонн. Как-то так получилось. Так получилось, что там были две термоядерные бомбы. В смысле, блядь, получилось? Так получилось, что я, например, там, не знаю, блядь, торопился и хуй не направил в правильном направлении, немножко обоссал стульчак. Вот так получилось. Это так получилось. Нет, так получилось, что там было две термоядерные бомбы. В смысле, блядь, так получилось. И это в четыре раза больше, чем средний феминист в Остине. Эти бомбы имеют ядерный заряд в 3,8 мегатонн. Звучит не так страшно, да? Для тех, кто не знает, одна мегатонна равняется одному миллиону тонн взрывчатки. Не миллиону фунтов, миллиону тонн взрывчатки. Та бомба, которую США сбросили на Хиросиму, из-за которой в зависимости от источника погибло 100 тысяч человек, была мощностью всего в 15 килотонн. Это значит, что те бомбы, которые мы случайно сбросили на Северную Каролину, были в 250 раз мощнее той, что мы использовали для того, чтобы закончить... Как сказал бы Сергей Симонов, ну было и было. Ну сбросили и сбросили. Блин, в Вторую мировую войну. И на этом самолете было две таких бомбы. На случай, если одной бомбы не хватит. Обратно к истории. Б-52 был в процессе дозаправки в воздухе. Дозаправка в воздухе, если вы не в курсе, это когда самолет... Мои самолёт-папа любят друг друга так сильно, что самолёт-папа... М-да. Это способ перелить топливо с одного самолёта на другой, чтобы самолёту, который заправляют, не приходилось садиться для дозаправки, а продолжить полёт. Но в процессе такой дозаправки командир экипажа Б-52 получил информацию, что происходит утечка топлива. Управление полётами было немедленно проинформировано об этой утечке, и экипажу было приказано прекратить дозаправку в воздухе, и затем нарезать круги над океаном за пределами Северной Каролины, чтобы израсходовать запас оставшегося топлива. Единственная вещь, что хуже, чем аварийная посадка огромного самолёта, это аварийная посадка огромного самолёта с 45-ю тоннами керосина в баках. Плохой план. И если затем случится что-то плохое, пока самолёт в воздухе, и он упадёт, он упадёт в океан. И в итоге будет что-то похожее на случай в Испании. Не, ну это логично действительно, блядь, потому что, как бы, если есть ещё куча топлива, блядь, то он ебанёт. Но он, с другой стороны, и так ебанёт. Вот как бы, блядь, будь я пилотом, мне сказали, расходуйте топливо над океаном. Я такой, это всё замечательно. Но, что насчёт, как бы, того, что я не собираюсь приземляться в океан, я умру. А если я буду, блядь, просто аварийно садиться, хуй пойми куда, у меня и так ебанёт, и так ебанёт. То есть, блядь, не будет у меня 40 тонн керосина, блядь, ёпта, в баках, ебанёт точно так же, как будто, блядь, у меня было 40 тонн керосина. У меня вообще-то две, блядь, ядерных, блядь, боеголовки лежат. Там столько мегатон, что мне ебальник снесёт. Чё вы мне предлагаете, кружить над океаном, блядь, пока я не потрачу топливо? Так я его, я его могу потратить. Но даже если я без него буду приземляться, ебанёт, будьте нате, ребята. Ебанёт так, чтобы баллы не покажутся. Поэтому тут, тут же 40 тонн керосина, они никакой роли не играют, блядь. У меня, блядь, тактические, блядь, боеголовки находят. Которые, блядь, я летаю, блядь, ебаная. Вы же сами сказали, если, блядь, с Москвы полетят ракеты, чтобы я на Москву их сбросил, блядь. У меня столько говна, чтобы вот из всей Москвы сделать воронку радиоактивную. Мне этот керосин, честно говоря, да я его в рот ебал. Чем на Гасаки, эпизод 2 «Атака клонов». Но проблема была в том, что когда они были готовы начать нарезать круги над океаном, они поняли, что их проблема усугубилась. Как-то так получилось, что они потеряли где-то около 15 тонн топлива за 3 минуты. Они теряли объем топлива, равный массе двух пикапов Форд F-150, каждые 60 секунд. Да, американцы готовы использовать все, кроме метрической системы. Экипаж понял, что ситуация нестабильная, скоро самолет упадет, они попытались вернуться на базу. Единственное, что тогда хотели эти люди, это вернуться... И прикиньте, чувак такой, только не на базу. Ёпты, я тут сижу. Приземляйтесь, где хотите, в поле, блядь, нахуй, в море, только не возвращайтесь на базу. Тут ебанет, так что... От базы нихуя не осталось. Только не на базу. Ёпты, летите куда хотите, вот на Кубу, ёпты, к Фиделю Кастро. Только не надо... Вот, вот я сижу на этой базе, ребят, не надо, сюда не прилетайте. На базу Сеймара Джонсона. Простите, я больше не буду. Но всем им быстро стало ясно, что этот самолет до базы не дотянет. И тогда они решили покинуть самолет и катапультироваться. Из восьми членов экипажа один человек погиб при приземлении с парашютом, и двое умерли при аварии. В итоге пять человек выжило. И что интересно, третий пилот, лейтенант Адам Мэддокс, стал единственным... ну мы катапультируемся. Ёптвою мать, самолет с двумя ядерными, блядь, зарядами, нахуй, на кучу мегатон, ты, мы ебали, блядь, катапульта. Ёптвою мать, кинуть борт через верхний люк самолета Б-52 без катапультирования и при этом выжить. Но он не только выжил, но и прожил долгую и счастливую жизнь. В результате самолет развалился в воздухе на высоте около 500. их было восемь, трое умерли. Один прожил долгую и счастливую жизнь. Но мне кажется, шансы не очень хорошие. То есть, прикиньте, нас было восемь человек, и нас трое умрут, а один проживет долгую и счастливую жизнь. Ну, хрен знает. Как, как будто бы, блядь, не стоит. 500 метров над землей. Обломки самолета разбросало по полю на 2 квадратных километра неподалеку от города Фэру, что в 20 минутах езды на северо-восток от Голдсборо. Разумеется, среди обломков были, ну, два устройства, специально разработанные для уничтожения целых городов. Так что же случилось с двумя бомбами? Хорошие новости и ужасающие новости. Хорошие новости в том, что каким-то чудом ни одна из ядерных бомб не сдетонировала. Чиздец. Вот это ебануться. Упал самолет с двумя ядерными бомбами и ни одна не взорвалась. Ёбаный в рот. С бомб сработал парашют и она приземлилась на землю довольно плавно. Ее нашли торчащей. Плавно. Прикиньте, вы в городе Фэрроу. Ёбаный. Сидите такой. Скуфидон, ёбаный. Побиваете пиво. И на парашюте приземляется ядерная бомба. Слава богу, не взорвалась. Да это понятно. Но нихуя себе. И земли с парашютом, запутавшимся в дереве. А вот у другой бомбы получилось приземлиться не так удачно. Она ударилась о землю с огромной силой и сама себя похоронила. И слава богу, что она не сдетонировала и даже не взорвалась обычная взрывчатка в корпусе бомбы. Итак, ни одна из бомб не сдетонировала и ни один гражданский на земле не пострадал. Все же отлично. И вот мы подошли к ужасающей части, которую я упомянул ранее. Собственно, из-за чего вся эта история и показалась мне такой интересной. На основании информации, которая была рассекречена только в 2013, теперь мы знаем, что обе эти бомбы почти сдетонировали. И в результате этого они бы не сомнят... Ёб-то, конечно, чел! Такой... А теперь мы знаем, что они вот почти могли ебануть. Ещё как! Это бомбы! Они были в самолёте, который, блядь, все катапультировались, самолёт просто развалился, блядь, ёб-то, спикировал. Оказывается, рассекретили секретные данные, прикиньте, могло и ебануть. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ненно сравняли с Землёй восточную часть Северной Каролины. Как вы, наверное, себе представляете, на ядерных бомбах есть несколько механизмов безопасности. В разных отчётах упоминается от 4 до 6 механизмов безопасности на этой модели бомб. Почему здесь такое несоответствие? Вы это понимаете не хуже, чем я. Но вот здесь самое интересное. Все механизмы безопасности на бомбах были отключены и готовы к взрыву. Кроме одного. Конечно, так... В этом был смысл, блин, типа, они же должны были наносить контрудар, если СССР начнёт Третью мировую, условно. Какой смысл иметь на них механизм безопасности? То есть, блядь, если бы этот бомбардировщик полетел в сторону Москвы, его сбили, получается, что не сдетонировали бы, блядь, бомбы, блядь, а какой тогда вот прикол-то, блядь, да? Смысл был именно в том, что оно всё уничтожит. И прикиньте, да, механизм безопасности отключены. Удивительно, да? Если ты сидишь в телефоне, блядь, и ковыряешься, ты снимаешь блокировку. Обычно. Да, были отключены. Вот очень неловкий момент, но не волнуйтесь, это ещё не всё. Механизм безопасности, который сработал на каждой бомбе, был разный. Это значит, что на бомбах не было одного хорошего механизма безопасности, а все остальные плохие. Эти два устройства судного дня не сработали только благодаря сраной удаче. Будто два человека играли в русскую рулетку с пятью патронами в барабане из шести, и как-то оба выжили. Первая бомба, которая стояла прямо на поверхности с парашютом и всё такое, была почти. Я просто, я вот смотрю на эту фотографию и думаю, ёбаный в рот, жители вот этого города просто... На парашюте опускается бомба, блядь, термоядерная. И прямо так аккуратненько, смотрите, она стоит идеально ровно. Она прямо в землю воткнулась, ёбаный. И ты стоишь, смотришь на это, такой... Ебать. Прям, прям вот, вот этим острым концом, вот так вот, чух. И прямо в земельку. И не взорвалась. И ты стоишь, смотришь, думаешь... Ёб твою мать. Цела, её быстро обезвредили. Специалисты деактивировали бомбу и отправили её... А вообще я не знаю, куда они направляют ядерные бомбы, которые пережили авиакатастрофу. Но правительство направило её в безопасное место, ведь нельзя же допустить потерю ядерной бомбы. Снова. А вот со второй бомбой всё было совсем по-другому. Она развалилась, приударя землю и застряла в глубокой воронке, которая была вызвана... Знаете, ребята, мангарки... Вот... Будь я сапёром с 30-летним стажем, например, то есть я бы, блядь, разминировал всё это... Вот мне сказали, Юра, ты самый крутой сапёр, которого мы знаем. Вот. Деактивировал... Я бы сказал, знаете что, ребят? Я увольняюсь. Похуй на пенсию, похуй на всё. Я не буду к этому говну прикасаться, блядь. Я... 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 Я вам говорю, как сапёр. Ебать-то её тронет. Может, ты ебанёт. Там, блядь, вот эти механизмы, блядь, ёпта, которые вот активируют, блядь, вот это... Что такое боеголовка? Как раз головка, блядь, ёпта, то есть сначала идёт стартовый заряд, который как раз вот эту термоэдерную реакцию активирует. Я понятия не... Вот, ну, чё там, как бы, вот... Я к этому говну не притронусь. А за виноградник? Даже за виноградник, ёпта. Не... Не... Неинтересно. Вы видели эту хую? Вы сами как-нибудь без меня, блядь, ёпта. Это... Это что такое, блядь? Вы мне предлагаете её деактивировать? Ёпта, это месиво какое-то. ...млёй на огромной скорости. Она была так глубоко, что когда нашли её хвостовое оперение, оно оказалось на глубине шести метров. При раскопках, в попытке найти остальные части бомбы, военные случайно повредили подземный водный резервуар, что явно не облегчило им работу. Да вообще похуй на водный резервуар, блядь. Время поисков остатков второй бомбы, лейтенант Джек Ревел, который был офицером в группе по обезвреживанию в то время, сказал фразу, «До конца своих дней я не забуду, как услышал слова своего сержанта». «Лейтенант, мы нашли переключатель активации бомбы». Я сказал «здорово». Он сказал «не здорово». Он в положении для взрыва. Вот почему я бы туда не пошёл. Так, мы нашли тумблер вкал-выкал, блядь, ёпта. Взорвётся, не взорвётся. Заебись. Не заебись. Он в положении вкал. Лейтенант, это вообще не заебись. Он включён. Ёпта. Нуууу, да. И смех и грех. Я думаю, самое время для того, чтобы погрузить вас в контекст происходящих тогда событий. В 60-м году около 28 тысяч человек жили только в одном городе, Голдсборо. Если бы эти устройства сработали и уничтожили город, количество жертв было бы в 10 раз больше, чем 11 сентября. Большинство местных до сих пор не знает, что они живы только благодаря тому, что тот переключатель не сработал. И как в большинстве истории времён Холодной войны о катастрофических проебах правительства, есть ещё история о сокрытии фактов правительством. Потому что, ну, разумеется. Итак. Ну да, это, будем честны, это сложно признать. Но тут Америка точно такая же, как и Россия. И это, ну, никому не захочется. Вы, блин, представьте, приходит президент, обращение перед нас, и он такой. Дорогая Америка, мы уронили Северной Каролиной две ядерных бомбы. К счастью, всё в порядке. Всё в порядке, бомбы не сдетонировали. Но так уж получилось, что мы их уронили. Мы, если вас утешат, мы их планировали, вот что если СССР начнёт атаку, вот мы их... Да, но СССР не начал атаку, и они летали на нашей территории, и вот так получилось. Уронили. Бомбу так до конца и не обезвредили. Термоядерная часть бомбы, по сути, осталась нетронутой. Они извлекли только центральную часть, то есть сердечник. Это часть, которая содержит уран, плутоний. Та часть, которая запускает ядерную реакцию. После извлечения ядра, правительство сказало, что всё будет нормально, оставив остальную часть бомбы просто лежать в земле. Напомню, многие вещи, о которых мы говорим сегодня, были рассекречены только 10 лет назад. Что раскрыло факт того, что во время Холодной войны федералы постоянно теряли ядерные бомбы, и иногда оставляли половину бомбы лежать в земле, потому что они... Мы потеряли, блядь. Помните, мы смотрели, спиздили, блядь. В смысле, мы потеряли роскошного Джорджа? Ты чё тебе, блядь, связка ключей? Ты чё, мудак? Ну, мы потеряли две бомбы ядерных. Ты чё, блядь, будила, блядь? Потерять можно ключи, медиатор, блядь. Пачку снюса, блядь. Ты как бомбы потерял, ёпт. Устали копать. Всё это выглядит не очень. Армия всё же оформила сервитутно земельный участок диаметром 122 метра вокруг бомбы и запретила на этом участке любой вид строительства. Но зато... Логично. Логично. Не разрешили на нём ведение сельского хозяйства. Сельское хозяйство. Над всё ещё активной ядерной бомбой. Это, конечно, даже не рядом с сокрытием фактов правительством в Чернобыле, но... Это пугающе похоже по своей сути. О последнем я просто обязан упомянуть, так как я думаю, что это просто смешно. Ну, Чернобыль был, конечно, тоже проёбом, надо признать, но Чернобыль хотя бы как-то, ну... Пытались ликвидировать всё это, блядь, ёпт. Он гоблин в толке прятался, чтобы в Чернобыль не поехать. Но проёбать две термоядерных бомбы, это, конечно... ...на торте всей этой истории. Вот это всё, что напоминает нам об этом инциденте. Это просто уморительно. Это была чуть ли не самая ужасная ядерная катастрофа в человеческой истории. И вы сможете узнать о том, что это случилось, только благодаря этой небольшой табличке, которая своим видом намекает на то, что всё было далеко не так серьёзно, как на самом деле было. Да, вот так значительная часть Северной Каролины чуть не получила премию Дарвина. Из рук федерального правительства. Нет, премия Дарвина — это когда человек по своей тупости погибает. Так что... Тут неуместно это использовать, блядь. ...которая до сих пор управляет нашим ядерным арсеналом. И теряет бомбы так часто, что у них для этого есть специальный термин. Сломанная стрела. Вы как бы теряете оружие судного дня, но чё вы... Прикольное же название. Я знаю, что это непривычный для вас формат, но я люблю изучать историю почти так же, как и делиться интересными историческими фактами с вами. Если хотите увидеть больше подобного контента, дайте знать. И если есть исторический факт, что мне стоит... Я только сейчас заметил, что это у чувака на фоне. Пиздец, много пушек, и, блядь, РПГ висит. Он где-то в Техасе явно, блядь, ёпта, вещает. Светить или какая-то... Понимаете, вот насколько США... С одной стороны, великая, с другой стороны, глупая страна. Вот я всегда говорил, что уровень шизы в России, он примерно такой же, как и в США. Поэтому я никогда не буду жить в США. У чувака РПГ. Блядь, зачем оно тебе? Не, понимаете, блядь, винтовки там, блядь, эти дробовики. Блядь, это РПГ? У него канал про оружие. Блядь, у меня, может быть, канал про чё угодно, но... Просто у чувака дома РПГ. Можно купить РПГ. Прикиньте? И вот даже ролики снимать, блядь. Это РПГ. Ёпта, блядь. Это... Это не просто какой-то винтовка охотничья. У тебя дома РПГ. Зачем тебе РПГ? Ёпта. Блядь, чего оно тебе? Не, если зомби нападут, то, конечно, пиздец. Я бы хотел жить, блядь, в сарае у этого чувака. Ну, мы бы отбились, блядь, ёпта. Но... Но это же РПГ. Видите, в этом и проблема, блядь. Вот уронили две ядерных бомбы на Северную Каролину, блядь, ёпта. И никаких выводов они не сделали. РПГ. Отличный был сегодня день. Отличные были сегодня ролики. Всех люблю вас. Всех целую. Всех обнимаю. Как говорил Сергей Симонов. Чаоп! Чаоп!